С Карачаевой Черкесией можно познакомиться и в Москве. К столетию республики на станции Воробьевые горы открылась выставка, организованная постоянным представительством совместно с Департаментом транспорта столицы и Министерством культуры нашей республики. Репортаж Светланы Шагановой. Выставочная экспозиция знакомит москвичей и гостей столицы с культурой и традициями многонациональной Карачаевой Черкесии. Представлены старинные предметы быта, национальные костюмы, музыкальные инструменты, работы мастеров народных промыслов и декоративно-прикладного искусства художников и дизайнеров республики. Так интересно, люлька такая я вообще никогда не видела. Я думала, может, это какое-то сидение, но оказалось люлька. И вообще много очень интересных экспонатов. Очень захотелось посетить данную республику и никогда там не была. Очень понравились костюмы национальные, женские. Сейчас вот инструмент очень заинтересовал деревянный, видно, что старинный. Очень здорово, что такие выставки устраиваются. Очень приятно, что и гости столицы, и жители могут познакомиться с особенностями других народностей Российской Федерации. Здесь можно увидеть деревянные лыжи советских времен, альпинистские кошки и другое снаряжение, которое по праву можно назвать раритетным. А также работы известных фотографов с самыми живописными уголками республики, которые предоставляют широкие возможности для всесезонного туризма, спорта и активного отдыха. Очень прекрасные экспонаты. Тут и про альпинизм, и народный быт, и также дань памяти Великой Отечественной войне. В связи с этим, значит, у меня теперь есть же огромное желание посетить эту республику, пофотографировать эти красоты, пополнить свой альбом и порадовать людей замечательными снимками. Круглые прозрачные тумбы витрины установлены прямо на платформе станции Воробьевы горы. И рассмотреть экспонаты сможет каждый пассажир московской подземки. Особенное достоинство выставочного пространства состоит в том, что за месяц работы выставки более 300 тысяч пассажиров в метро смогут познакомиться с культурой Карачаева-Черкесии, ее природными богатствами и историей, просто оказавшись на станции Воробьевы горы. Выставка продлится до конца января. Светлана Шаганова, Вести Карачаева-Черкесия.